всем доброго времени суток предлагаю связать вот такой красивый шикарный узор может быть не совсем осенний но я думаю если связать таким узором шарф то вы привлечете к себе внимание он будет легкий за счет вот этих дырочек будет смотреться очень ажурно вот он эффектно такой как волной и выберите ниточку шерстью меринос и у вас будет теплый аксессуар на осень и если выбрать яркую нитку пряжи то у вас посмотрите будет еще яркий эффектный аксессуар вяжется несложно раппорт 8 петель но учитываем что вначале надо будет вязать 2 изнаночные и в конце 2 изнаночные для симметрии значит привязали 2 изнаночные делаем накид 2 петли вместе первую вторую снимаем переворачиваем потому что нам нужен накид наклон влево развернули провязали вместе за заднюю стенку 4 лицевые 2 изнаночные при желании количество петель между вот этими рядками можно увеличить ну по схеме идет 2 пока сделаем так значит опять наклон влево значит переснимаем петельки не провязывая разворачиваем провязываем 2 вместе 4 лицевые 2 изнаночные когда провяжите побольше вы уже поймете видите идет сначала наклон вот наклон право наклон влево вот от одной границы до 2 границы вот этого узора дорожки 8 петель 6 петель уже вы будете видеть вы дойдете до конца значит вам уже надо делать в эту сторону наклон но пока вяжем по рядам значит первый ряд это накид переснимаем развернули и за заднюю стенку провязали 4 лицевые и 2 изнаночные в конце разворачиваем здесь все четные ряды вяжутся по узору вот у нас идет дорожка лицевая значит здесь будет лицевая петля там где были вот она видно что идет изнаночная значит все эти петельки будут изнаночными ничего сложного там где был накид провязываем изнаночную третий ряд 2 изнаночные когда идет наклон влево мы все ряды ночь весь этот раппорт начинаем с накида и потом смотрите там где был накид будем делать лицевую и пути степенно смещать наш вот этот уголок косичку вот эту чтобы она уходила влево до конца раппорта значит две петельки сняли развернули провязали за заднюю стенку и и уже осталось 3 лицевые и вот так до конца пока не провяжем вот все чтоб последняя было две петли вместе опять после двух изнаночных накид лицевая первую сняли вторую за переднюю стенку сняли развернулись они и за заднюю стенку провязали 2 вместе вот поддеваем про слева направо оп она развернулась и вторую также опять развернулась переснимаем на левую спицу и провязываем за заднюю стенку лицевой в конце 2 изнаночные изделия разворачиваем вяжем изнаночную сторону по узору пятый ряд можно вязать и круговым вязанием здесь узор будет хорошо ложится и при круговом вязании но тогда не забываем что будем вязать тоже четные ряды по узору значит здесь у нас будут лицевые и так пятый ряд 2 изнаночные накид 2 лицевые снова смещение налево переснимаем петельки не провязывая развернули провязали за заднюю стенку лицевой и 2 лицевые у нас в конце 2 изнаночные и раппорт повторяется и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Две изнаночные... Накид... Раз... Два... Три лицевые... Снова делаем смещение... Наклон влево... Две вместе... Лицевой... И одна лицевая... Накид... Переснимаем, не провязывая... Возвращаем на левую спицу... Поддеваем ниточку за заднюю стенку... Две вместе лицевой... Одна лицевая... Возвращаем... 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 девятый ряд 2 изнаночные накид 1 2 3 4 лицевые снова смещение видите может дошли до границы вот тут мы начали вот от этих двух изнаночных и пока делали смещение вот она мы дошли до границы нашей полоски а накид мы делали все время в начале полоски увеличивалась вот эта серединка начинали с одной лицевой сейчас у нас уже 4 накид 4 лицевые переснимаем не провязывая возвращаем на левую спицу и 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку 11 ряд 2 изнаночные 4 лицевые теперь мы будем делать смещение вправо здесь мы делали влево теперь вправо 2 петли вместе вот слева направо захватили ниточку накид 2 изнаночные 4 лицевые 2 вместе накид теперь у нас накид будет в конце если здесь он нашел вначале после 2 изнаночных то теперь у нас будет накид в конце и смещение вот этой косички вот у нас она уходила влево теперь пойдем вправо до границы вот этой с лицевыми изнаночными петлями вы и и и и 13 ряд 2 изнаночные 3 лицевые 2 вместе наклон вправо 1 лицевая накид 2 изнаночные снова 3 лицевые 2 вместе видите у нас уже косичка вот видно что она уходит вправо 1 лицевая накид и так до конца ряда пятнадцатый ряд 2 изнаночные 2 лицевые 2 вместе 2 лицевые накид 2 изнаночные 2 лицевые 2 вместе 2 лицевые накид так до конца ряда 17 ряд 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе 3 лицевые накид 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе 3 лицевые накид 2 изнаночные так до конца ряда и Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцатый ряд. Две изнаночные. Две вместе. Видите, мы с вами снова дошли до границы вот этой, где были изнаночные петли. Значит, это последний ряд нашего раппорта в высоту. Четыре лицевые. Накид. Две изнаночные. Две вместе. Четыре лицевые. Накид. Две изнаночные. Две вместе. Четыре лицевые. Накид. Так до конца ряда. Накид. 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 все раппорт узора высоту закончен это 20 рядов ну и вот провяжите побольше вы уже поймете что начинаем сначала от изнаночных набираем одну воздушную постепенно вот отводим нашу косичку влево потом воздушные идут в конце косичку мы уводим вправо и вот за счет этого получается вот такой зигзаг у нас можно использовать что вдоль что поперек получается красиво ровных вам петелек всем пока